В 14.30 на пульт дежурного диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании нежилого здания по улице Радищева. Оперативно среагировали все спецслужбы Горда, прибывшие на место происшествия. Как и все, только сообщение, 8 главного участия составит двух отделений, выехал по адресу Радищева, взрыв в баню. Предположительно, из-за взрыва газового баллона емкостью 5 литров разрушено нежилое здание. С многочисленными ожогами доставлено в городскую больницу молодой человек, 91-го года рождения. Причина взрыва устанавливается, а вот причины пожара в 2011 году уже очевидны. В основном это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, курения в помещениях в нетрезвом состоянии. С 12 месяцев 2011 года на территории Кузнецкой и Кузнецкого района произошло всего 154 пожара. В огне погибло 11 человек, травмированных 13 человек, но гибель детей допущено не было. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 27 случаев. За прошлый год огнем уничтожено 13 строений, 2 автомашины. За 10 дней этого года произошло 4 пожара в городе и 1 в районе. Погибших нет, один житель пострадал, он получил значительные ожоги. Причина пожара в его доме – неосторожность при курении в помещении в нетрезвом виде. Быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности граждан призывают сотрудники пожарной части. В связи с наступлением морозов УНД Кузнецкого района убедительно просит вас не перекалить отопительные печи. Еще раз осмотреть дымоходы и противопожарные разделки, отступки от горамых конструкций на предмет соответствования требований пожарной безопасности. Не разрешайте детям самостоятельно топить печи и присматривайтесь с отопящимися уже печами. Профилактические работы с гражданами ведутся регулярно. Сотрудники выезжают по адресам и проводят разъяснительную работу. Дело надзорной деятельности. В период проведения новогодних праздников, то есть с 1 по 10 число, было организовано проведение обследования жилых домовладений граждан, мест проживания неблагополучных семей. В ходе проведения проверок было обследовано 75 домовладений граждан. Значит, все граждане были проинструктированы, им были указаны на те недостатки, которые у них имелись в домовладениях. Соблюдение правил пожарной безопасности и внимательное отношение при эксплуатации приборов – залог сохранности вашего имущества и жизни.